Все прошедшие праздничные каникулы о новостях думать не хотелось, поэтому большинство пропустили. И поимку наркобарона коротышки в Мексике, и испытания, возможно, водородной бомбы в Северной Корее, и введение Украины продуктового эмбарго против России, и обещание немцев ужесточить законы о миграции. Но главная мировая новость сама пришла в каждый дом. Обвал мировых нефтяных бирж, как следствие, мировых фондовых рынков, и резкое снижение курса нефтяных валют, в том числе и рубля. Две с половиной недели он колебался, колебался, но в результате упорно снижался. Их курс на выходные почти 77 за доллар, 85 за евро. Чиновники срочно пересчитывают бюджет, который сверстан в расчете 50 долларов за баррель нефти. Финансисты тоже в срочном порядке простраивают варианты. Базовый 40 долларов за баррель, стрессовый 35 и суперстрессовый 25. Как признал премьер Медведев, такого плохого года, как 2015, у российской экономики еще не было. Из позитива она доказала свою стабильность, не обрушившись, как в 2008 на 10%. Рубль не рухнул, хотя идет вниз, покупки населения сократились. Зато повысились и интерес к кредитам и объем банковских вкладов. То есть делаем вывод, расслабляться рано, надо работать. Мой коллега Павел Пчелкин считал деньги в кармане и разбирался, как жить в этой новой реальности и чего ждать от рубля. Как и в прошлом году, как и в 2008, в этот раз толчком для обвала рубля стал внешний фактор – падение цен на нефть. К нему добавились западные экономические санкции. И все же, кое-какие выводы из предыдущих кризисов явно сделаны. Ведь, несмотря на гораздо худшие внешние условия, глубина падения российской экономики в целом в разы меньше, чем в кризис 2008 года. На первой в этом году встрече с правительством президент напомнил об этом и подбодрил министров. До сих пор нам удавалось, несмотря на все колебания на внешних рынках, вести себя в высшей степени взвешенно, профессионально. Об этом, кстати, говорит и меньший дефицит бюджета, меньший, чем тот, на который мы рассчитывали. Это 2,6% получается по прошлому году. Это хороший в целом макроэкономический показатель, имея в виду, что нам удается сбалансировать наши финансы, бюджет удается сбалансировать. Мы предусмотрели с вами те варианты развития, с которыми столкнулись в прошлом году. По мнению экономистов, защитить бюджет удалось за счет прошлогоднего введения Центробанком плавающего курса рубля. Несмотря на все проблемы девальвации, беспокоящие большинство граждан, она повысила устойчивость бюджетной системы. Ведь при такой схеме за каждый нефтяной доллар можно получить больше рублей для бюджета. Если же взвешивать на чаши весов с одной стороны девальвация рубля, с другой стороны способность бюджета исполнять свои обязательства, самое главное это выплачивать пенсии, зарплаты бюджетников, социальные пособия, то нужно признать, что выбирая из двух зол, девальвация это все-таки меньшее зло. И все же только этим ситуацию не удержать. У России, конечно, достаточно золотовалютных резервов, но никто не знает, сколь долго продлится эта ситуация. Сжигать резервы ради затыкания бюджетных дыр неразумно, так что без урезания бюджета, по словам премьера Медведева, не обойтись. Если цены на нефть и дальше будут падать, то параметры бюджета потребуют уточнения. Это нужно понимать, нужно приготовиться к худшему сценарию, как это делают и в других странах. Базовый принцип нашей политики должен остаться прежним, жить надо посредством. По словам главы Минфина Антона Силуанова, расходы вполне можно урезать на 10% и получить в бюджет дополнительно 512 миллиардов рублей. Свои предложения по сокращению трат все российские министерства должны представить Минфин до конца этого месяца. Между тем британский журнал «Икономис» добавил в бочку дегтя ложку меда. Вот уже 30 лет он публикует так называемый индекс Бигмака. Сравнение цен на бутерброд в разных странах мира с прицелом на обменные валютные курсы. Бигмак в США стоит 4 доллара 93 цента, в Швейцарии 6 долларов 44 цента, а в России лишь доллар 53. Исходя из этого сравнения, считает издание «Рубль» сильно недооценен. По индексу Бигмака цена доллара в России сейчас должна составлять 23 рубля 12 копеек. Экономисты и бизнесмены со всего мира, собравшиеся в Москве на Гайдаровском форуме, то ли не едят Бигмаки, то ли об экономике судят по другим параметрам. Во всяком случае, оптимизма относительно рубля здесь было поменьше. Звучали самые разные прогнозы, даже пугали кризисом наподобие обвала 98-го года. Серьезные эксперты с этим не согласны. Говорят, у нашей экономики достаточно сил, чтобы справиться с кризисом. Главное, что у нас условия другие. У нас условия сейчас, по сравнению, скажем, с 98-м, намного лучше. У нас, в принципе, бюджет не так плох. У нас есть резервный фонд, у нас есть соответствующие ресурсы. У нас есть резерва Центрального банка. То есть такой проблемы, как была в 98-м году, у нас сейчас нет. Вот что говорят цифры. В 98-м году государственный долг страны составлял 140% ВВП. Сейчас в 10 раз меньше, всего 14%. Салтвалютные резервы в 98-м году всего 12,5 миллиардов долларов. На 8 января 2016 года больше 368 миллиардов. Дефицит бюджета тогда был 6%, сегодня 2,6%. В 98-м году инфляция раскрутилась до 84%, а по итогам 2015 года инфляция составила 12,9%. Да и с этой цифрой намерены бороться. Очень важно и то, что сегодня, в отличие от того кризиса, российская банковская система вполне стабильна. На сегодня, но из самых серьезных проблем, остается сокращение реальных зарплат, которое может достигнуть 10%. Это издержки нефтяной зависимости, ресурсы роста экономики исчерпаны еще несколько лет назад. Фактически, в последнее время российская экономика росла лишь за счет увеличения покупательского спроса. Потребители тащили российскую экономику вверх. Сейчас этот локомотив, который до недавнего времени, еще до 2014 года включительно, тащил российскую экономику в гору, он начинает катиться под нее, и причем катится весьма быстрыми темпами. Большие прибыли от нефти позволяли подстегивать спрос, наращивая среднюю зарплату в стране быстрее, чем производительность труда. Это, по мнению бывшего министра финансов Кудрина, не могло продолжаться вечно. Мы пошли тогда по такому пути, и сегодня, к сожалению, это неизбежная корректировка. Лучше было бы тогда быть более сдержанным, а сейчас не получить вот этого падения обвального средней заработной платы. Но это уже почти, повторяю, невозможно. Снижение реальных заработных плат и рост безработицы сопровождают почти любой экономический кризис. Но у кризиса две стороны медали, говорят эксперты. При дорогой нефти частным компаниям приходилось соответствовать уровню завышенных зарплат в госсекторе. Было немало и других издержек. Они были столь высоки, что компании просто не могли развиваться. Как ни странно, да, слабый рубль плюс снижение реальных заработных плат привели к тому, что, в общем-то, компании в прошлом году, ну, оказались не в столь плохих условиях, мягко говоря, как это могло показаться. Да, и, в общем-то, инвесторы это оценили, да, и мы видим, что, в общем-то, хотя бы в рублях, но российский рынок сумел подняться в прошлом году. Речь, конечно, о рынке акций, который колеблется вслед за мировыми биржами. Но прошлый год показал, что после начала ослабления рубля доля акций российских компаний в портфелях иностранных инвесторов выросла. Российские акции подешевели вместе с рублем и стали очень привлекательны. Вы можете купить акции ведущих российских компаний, тоже Сбербанк, я не знаю, там, компания Роснефть и так далее. С ними точно ничего не будет. Уникальная возможность заработать. У нас пока не рухнул ни один крупный банк, и АСВ работает. То есть деньги у россиян есть. Уникальная возможность купить что-то. Такое бывает на финансовых рынках один раз в несколько десятилетий. Пока нет оснований думать, что нефть прекратит дешеветь. И, естественно, это будет оказывать давление на рубль. Но нужно отметить, что доля экспорта нефти в российском ВВП за последние годы заметно сократилась и составила лишь 16%. Это все равно много. Но, похоже, падающий рубль потихоньку начинает находить опору в несырьевом секторе. Если мы, например, увидим еще более сильное движение вниз по нефти, конечно, рубль, наверное, будет слабеть. Но вот эта связь между рублем и нефтью, она постепенно снижается. То есть если мы видели движение в нефти в начале года, там, порядка 10% снижения, то рубль ослабся на 4%. Все говорит о том, что в очередной кризис российская экономика вступила гораздо более подготовленной, чем прежде. Но и кризис другой. В большей степени он продиктован структурными проблемами экономики. И пока они не будут устранены, о росте говорить не приходится. То, чем так долго пугали экономисты, случилось. О 15-летнем нефтяном пире в мировой экономике сегодня напоминает только головная боль. Но многие эксперты уверены, что для нашей экономики это шанс на выздоровление. Пресловутый лозунг о слезании с нефтяной иглы легче всего реализуется не тогда, когда нефть стоит дорого, а как раз тогда, когда нефть стоит дешево. Этот кризис уже окрестили болезненным избавлением нашей экономики от так называемой голландской болезни. Термин появился в конце 50-х годов, когда на шельфе Нидерландов внезапно исчерпались газовые месторождения. Страна, бурно расцветавшая на продаже углеводородов, осталась ни с чем. Потому что остальные ее отрасли оказались неконкурентоспособны. Лишь источайший экономический кризис заставил голландцев провести реформы, вернувшие стране процветание. Все говорит о том, что и у нас выбора не остается. Павел Пчелкин, Ирина Близнюк, Виталий Зайцев. Воскресное время. Первый канал.